Архангельская область с каждым годом становится привлекательнее для гостей. Появляются новые туристические маршруты, открываются музеи. В этом году подарок туристам сделал Национальный парк «Русская Арктика». На острове Гукера земли Франца Иосифа открылся самый северный визит-центр мира. За стройкой сезона в непростых арктических условиях следила Анастасия Ломакина. Мы решили сделать такой своего рода подарок на века. Каждый из вас может зайти в наш новый визит-центр, который мы открываем сегодня. Этот подарок Бухте Тихой и ее гостям. Самый северный визит-центр мира открывают в день рождения самой старой полярной станции Союза. В Бухте Тихой 90. И теперь о ее истории и вообще об Арктике можно узнать в одном месте за 80-й параллелью. Визит-центр – это еще одна такая точка притяжения, точка привлечения и рассказа о самой Бухте Тихой, о роли русских исследователей в деле изучения и освоения Арктики. На стенах визит-центра десятки стендов. На них редкие фотографии и факты. От зимовки Георгия Седова до генеральной уборки наших лет. От стройки Папанина до реставрационных работ нацпарка. Еще обратить внимание надо из-за того, что аудитория в основном иностранная, поэтому помимо русского текста он всегда дублируется на английский язык и на китайский. Потому что китайцев примерно треть от того количества туристов, которые приезжают в Бухту Тихую. В Бухту Тихую ежегодно приезжают больше тысячи туристов. Бывшая полярная станция сегодня – музей под открытым небом. А еще это опорный пункт национального парка «Русская Арктика». Каждый полевой сезон сотрудники делают его привлекательнее для туристов. Новый визит-центр стал стройкой этого лета. Прежде чем открыть двери гостям, здесь был проделан гигантский объем работ. Домом для самого северного визит-центра страны станет аэрологический павильон. Это сооружение 1954 года постройки. Самое молодое здесь, на территории полярной станции Бухта Тихая. Правда, по назначению его использовали недолго. Всего пять лет. В 1960-м исследования прекращены, станция закрыта. Спустя полвека здание представляло жалкое зрелище. Полы поглотил лед, а стены – плесень. Следы забвения в павильоне смывали, шлифовали, шкурили. Разрушали керхером и отбойным молотком. На работу ушло два месяца. Сотрудники нацпарка вынесли тонны мусора, обтесали десятки бревен, забили сотни гвоздей. Финишным этапом работ стали монтаж плоскостной экспозиции и освещение визит-центра. Проводку проложили в лучших полярных традициях. Ну а источник электричества современный. Многочисленные лампочки горят от солнечных батарей. Работать практически в музее – это всегда тяжело. Первое, о чем мы думаем, это о том, чтобы сохранить как внешний облик, так и интерьеры, внутренние помещения. Поэтому, работая, скажем так, внутри помещения, мы постоянно сталкивались именно с проблемой постоянной реставрации, с проблемой сохранения того, что есть в хорошем его проявлении. Работы визит-центре еще не закончены. Их продолжат в следующем году. Пространство бывшего аэрологического павильона наполнят предметами быта советских полярников. А их на станции Бухта Тихая сохранилось множество. Анастасия Ломакина с острова Гукера, земли Франца Иосифа. Анастасия Ломакина с острова Гукера.